Александр Иванович ветеран боевых действий, служил в Афганистане и Чечне. Четверть века посвятил службе Родине. Вернулся, работал в милиции. По выслуге лет вышел на пенсию. Сейчас работает председателем ветеранской организации Гагинского района. Говорит, оставаться в строю ему помогают дети. Для ветеранов, наверное, все важно. Важно, чтобы дети их уважали. Надо воспитание внести в коллективы, воспитывать детей, чтобы с детства дети понимали, что деды и бабушки, которые прошедшие и вырастившие их, должны быть нужны, не то что брошены. Традиция вручать в Кремле почетное звание заслуженной ветеран Нижегородской области появилась в 2005 году, когда наша страна праздновала 60-летие Победы. И с тех пор дважды в год это звание присваивают нижегородцам, ветеранам Великой Отечественной войны, вооруженных сил, правоохранительных органов. Свою медаль получает и Галина Сергеевна Подарова. Много лет она работала директором Нижегородского дома бракосочетания. Я на всей земле, на всем земном шаре являюсь единственным человеком, который в год Победы, 50-летие, проводил золотые свадьбы. И называлось это «Год рождения семьи 1945-й». Набрали 1380 пар, все те, которые зарегистрировались в 1945 году. В год 70-летия Победы я тоже их собрала, но от этих 1380 осталось только три пары. Эта свадьба называется «Благодатная», а те мои золотые юбиляры называются «Золотогвардейцами». На фронтах, в трудностях, а семьи такие крепкие создали. Кроме того, Галина Сергеевна выпустила книгу «Красная казарма, бессмертный полк Нижегородский». Сейчас ее переиздают и даже предлагают в качестве учебного пособия в школах, потому что в книге все ее военное детство. А сегодняшняя награда как знак любви и верности народу. Когда мы готовились к этому награждению и проанализировали те биографии этих людей, мы были воодушевлены ввиду того, что мы прочитали именно биографию людей как очерк, как повесть о настоящих людях. Я скажу это от всей души, потому что действительно люди десятилетиями ковали, делали не только нашу Нижегородскую область, а еще и историю нашей Российской Федерации. И, естественно, задача молодого поколения всегда чтить ветеранов, потому что, по нашему мнению, преемственность поколения – это самая большая сила Российской Федерации, нашей страны. А напоследок общее фото на память. Далее неформальное общение. Ценность таких встреч с каждым годом становится все значимее. Тимур Хакимов, Алексей Завылов. Объективно. ННТВ.